Зря ты моей маме рассказала о нападении. Все равно у нас нет никаких доказательств, что это сделал Максим. А вы с ним поговорили? Да, он вел себя как подросток. Все отрицал. Значит, вот почему он так напился. В смысле? Максим в пьяном виде ударил Васильевского, завязался скандал. Ну, опять во всем виновата я. В проблемах Максима никто не виноват, кроме него самого. Да. Ты, я вижу, не понял? Я тебе все ребра переломаю. И, извини, перестанешь мочить, сам знаешь кого. Могу я шею свернуть, если не отомаешься. Кто это, алло? Усвоил? Так что, если увидишь дождь, Каждая капля в глаза загляни, И, возможно, меня заберешь По частичке в ладони своей. Так что, если увидишь дождь, Каждая капля в глаза загляни, И, возможно, меня заберешь По частичке в ладони своей. Кто звонил? Выходит, нападение организовал не Максим. А кто? Помнишь, как тетя Галя твоя Из-за кредита чуть дома не лишилась? Да. Вот. Похоже, на меня пытаются давить Хозяина этой фирмы, Которая выдает грабительские кредиты. А вы здесь при чем? Понимаешь, Нина, Юридических оснований закрыть эту фирму, А точнее сказать, Шарлышкину контору, нет. Поэтому я решил организовать в прессе Компанию против них. Договорился с редакторами, Все оплатил. И они начали вести разъяснительную работу На своих изданиях. Ага, ясно. Это получается теперь вы в опасности? Да нет, не думаю. Ну, это же вас избили Средь бела дня в городе. Успокойся. Я позвоню, дам отбой, И они свернут эту компанию. Больше меня не тронут. И перед Максимом нужно будет извиниться завтра. А я все равно за вас переживаю. Давай ложиться спать. Ты выглядишь уставший. Семен Назарыч, а вы что, уже в отеле? Так рано? Нет, я еду во Львов. Забыл тебя вчера предупредить. У меня сегодня намечено Несколько встреч с поставщиками. Надо было выйти пораньше, Чтобы не опоздать на первую. Не волнуйся за меня. Все будет нормально. И да, не забудь выпить витамины. И вернусь, наберу тебя. Пока. Плохо, да? Мне лучше всех. Держи. Возьми. Крис. Ну почему ты раньше не сказала, что беременна? Надо было ждать переезда папы. Макс, я не беременна. В смысле? Ну, в смысле. Ну, просто мне ничего другого в голову не пришло, А я очень не хотела, чтобы папа тебя прибил. Макс. Ну, зато теперь мы должны приложить все усилия, Чтобы это стало правдой. Вероничка, а ты все здесь делаешь? Что? А ты поссорилась со своим теннисистом? Доброе утро, Мариночка. А я не понимаю, что тебя здесь так удивляет. Это мой дом, и я сюда прихожу, когда хочу, А моя личная жизнь тебя совершенно не касает. Слайды. А я с тобой хотела хорошей новостью поделиться. Это о том, как Максим устроил радужный прием своему тести, Так я в курсе. Какой-то понять не надо. Они уже, между прочим, помирились. Тем более, что повод для перемирия очень приятный. Максим с Кристиной ждут ребенка. Кристина беременна? О, господи, бедный Макс. Да ты же бедный. Дети, между прочим, это счастье. Извини, у меня очень много денег. Могла бы хотя бы порадоваться за других. Откуда ты хватаешь? Я этот салат еще не заправила. Я тебе омлет быстренько сделаю. Что, Галя, ну что, котлеты тоже нельзя? Кто котлеты с утра ест? Это на потом. Ну, хочешь, бутерброд я себе могу сделать? Да, только не с этим сыром. Так, иди давай. Кур выпусти, пшеницу им кинь. А я все сделаю, тебя позову. Галя, это снова заготовки для твоего кафе? Ну, ты же обещала, что вчера будет последний день. Ну, так что же мне теперь на свою мечту плюнуть? Какие мечты, Галя? Ты про что? Ну, я же тоже живой человек, Тарас. Мне нужна самореализация. Ну, вот у тебя, например, работа любимая, интересная. Она у меня шла. Куры, огород, стирка и уборка. И ты решила из нашего дома сделать проходной двор? Ну, ты же не хочешь мне на работу в райское место устроить. Галя, знаешь, как это называется? Шантаж. Это называется, надо помочь жене. Если ты ее любишь. Ладно, кафе так кафе. Шо? Шо-шо, люблю тебя, Аня. Тарасик мой, сыночка. Спасибо тебе. Я... Я омлетик и салатик, да? Быстренько. Да не надо уже. Я не успеваю. Я на работе что-нибудь перекушу. Я тебя тоже очень люблю. Было классно. Может, повторим? Ты что, поставила себе цель забеременеть прямо сегодня? Нет. Но процесс мне очень нравится. Крис, мне нужна пауза. Окей. Слушай, мы же тогда давай съездим в Ушгород. Прогуляемся, наберемся позитивных эмоций. Поедим мустрец. Они, кстати, очень хорошо влияют на потенцию. Крис, у меня вообще-то сегодня рабочий день. Так возьми выходной. Не хочу ничего просить у Семена. Ну, хочешь, я ему позвоню и скажу, что... Что у нас очень важное дело в городе. Крис, я не сяду за руль. А вдруг гаишники остановят? Я сяду. Никакие отговорки не принимаются. Заодно, может быть, купим тебе новый телефон. Крис. Представляю, каково тебе с ним жить в одном доме. Видеться каждый день. А может, Максим меня любит? Но он с такой надеждой спросил, кто отец. Добрый день, пани Марченко. От этой химии кожа на руках ужасно сохнет. Приходится часто смазывать лосьоном. Он с такой надеждой спросил, кто отец ребенка. Надеюсь, ты не сказала? Нет. Я же думала, что это он нанял людей для... Полотенечко забыла. Пойдем. Не будем мешать Светлане работать. Спасибо. Ты что-то сказал? Все хорошо, Анна Григорьевна. Ну, здравствуй. О чем хотел бы говорить, Семен? Я знаю, что это ты убил моего брата. С ума сошел? Роман, зачем? Чтобы прибрать этот кругом. Я давно тебя подозревал. Но доказательств не было. А теперь все сложилось. Да. И мое избиение, и теперешний звонок с угрозами. Холодный. Послушай. Я, может, тебя не бил. И по телефону не угрожал. Так что с тобой. Наш разговор записывается. Следователь Некануара в курсе всех событий. Если со мной что-нибудь случится, отвечать будешь ты. Да ладно. Один раз. Ты замышляешься, Семен. Не зря тебе Тамара Ивановна хочет в дурку сдать. Что? А ты не знал? А что ж ты хотел? Женился на сельской шлюшке. Оп, на родственников бросаешься. Опять же. Ну, давай, ударь меня, ударь. У меня свидетели есть. Здрасте. Я руки от тебя марать не собираюсь. А твои гнилые фирмы я закрою. Смотри, чтоб тебя не закрыли. Дебил. Все-таки я должна сказать Максиму. И что потом? Предположен, лучший вариант. Максим тебя любит, решит развестись. Ты думаешь, Кристина его так просто отпустит? Она вцепилась в него мертвой хваткой. Нажалуется своему папочке-миллиардеру. Кто знает, что он вам устроит. А Семен? Ты о нем подумала? Обидишь такого хорошего человека. Анна Григорьевна, я так больше не могу. Не могу угадить. Я не собираюсь разводить Максима с Кристиной, но он имеет право знать правду. Ну смотри, чтоб тебе потом не пришлось жалеть. Да, я должна ему сказать. Хорошо, я возьму это, да. Прекрасно. Вот. Здесь аванс, но у меня есть одно условие, очень важное. Я слушаю вас. Дело в том, что Олег должен думать, что вы государственный адвокат, которого ему предоставили, иначе он может просто не согласиться. Вы серьезно? Абсолютно. Это первый подобный случай в моей практике. Хорошо, не переживайте, Олег не догадается. Так, когда вы с ним увидитесь? Сегодня. Пойду в СИЗО, поговорю, выясню детали, чтобы понять, как строить линию защиты. Пожалуйста, держите меня в курсе дела, ладно? Конечно. Я все понимаю. Не волнуйтесь. Я после разговора с Олегом сразу же приеду в отель и все вам расскажу. Кушайте. Кушайте, да. Иди, жди упырь, чтобы его сера земля не приняла. Ты что, прикалывайся? Или поиздеваться решила? Я не понял. Думаешь, я лох, поверю в эту брехню Марьяны? В кассе денег у нас нема. Тебе Марьяна правду сказала. Он сам подумай, откуда у меня деньги, у меня уже нет пастителей. Неделю. Два пришло вчера, по пиву выпили, до свидания. Все внугалки пасутся в ее кафе. Ты це, ты нажалась на давы. Не разжалобишь. Ты лучше мозгами пошевели, как сделать так, чтобы клиента вернуть. Я не знаю, там меню поменяй, скидки сделай, акции, там шмакции. Знаешь что, ты не учи в чайного есть хлеба под чайного. Ты просто пойди к Галке, да и разберись с конкуренткой моей. А? Да че ты цей? Екатерина Степановна, вы Максима не видели? Так уехала в Ужгород с Кристиной. А почему это тебя интересует, Максим? У тебя же есть муж, любимый. При чем здесь это? Я только что из отеля. Семена нет, Максима тоже. Кто-то же должен следить за порядком. Не переживай, пожалуйста. В отеле работают профессионалы высочайшего уровня. Каждая из них прекрасно выполняет свою работу. Ты думаешь, что ты только что пошла Тамара Ивановна? А вы что, не встретились? Разминулись, наверное. Странно. Андрюша, а что ж ты скрываешь от меня такую новость? Мне и Иванка звонила, я так рада за вас. На когда планируете свадьбу? А на ней я не знаю, мы еще пока думаем. Как так? Надо чем скорее, тем лучше. Тем более, если вы хотите усыновить малыша, то в опекунском совете обязательно на это обратят внимание. Не понял, на что обратят внимание? Ну как, сколько лет вы находитесь в официальном браке? Мама, какой опекунский совет? Или вы за моей спиной уже ребенка выбрали? Да нет, конечно. Ты что, не хочешь ребенка усыновлять? Мам, я люблю детей. И когда-нибудь обязательно. Но сейчас у меня нет ни собственного жилья, ни работы. Куда еще ребенка? Дядя Петя на шею? Сема, где ты пропадаешь? Во Львове нужно было решить важное дело. Я хотела поговорить о Максиме, посоветоваться. А что он еще натворил? Ничего. Мало того, что он организовал нападение на тебя, расквасил нос Василевскому. Этого мало? Ну, с Василевским, я думаю, он быстро помирится. Кристина поможет. А вот нападение на меня организовал Антон. И телефонный звонок с угрозами тоже. Антон? Мама, я говорил тебе, это он убил Романа, но ты почему-то не хочешь меня слышать. Сема, ты бредишь. Да, конечно, брежу. Я же сумасшедший вообще. Где твои психиатры с санитарами? Кто тебе сказал? А ведь я поверил в твою искренность, мама. Я думал, ты действительно смирилась с моим выбором с Ниной. Каю, Сема, я действительно хотела объявить тебя недееспособным и потом признать ваш брак с Ниной недействительным, но передумала. Почему? Не смогла. Как бы там ни было, ты мой сын, и я тебя люблю. Не хочешь? Не верь. Это твое право. Так, солянка закарпатская. Ну, я уже в следующий раз попробую. Капуста квашина, котлета Михеевская. Салат с туркой 39 гривен. Нормально. Сэ, Галя, спасибо. Очень вкусно. Так, по-домашнему. На здоровечко. Полывка вообще, просто язык проглотить можно. У меня, кстати, бабка покойница тоже нормально, это закарпатские блюда в Архангелло. Но у тебя вообще просто бомба. Стараюсь. Не, молодца. Я думаю, если ты так развернулась, вообще шикарно. У тебя, можно научиться бизнес делать. Это ж только начало. За начало. Як шо так дела хорошо пойдут и клиентов не поубавится, так я и меню расширю, и помощника себе возьму. А сейчас хочу тент былый, как купить и посуду фирменную. Не, так конечно не поубавится. Цэ, готовишь ты шикарно, порции у тебя большие, а люди же не дураки, они все понимают. Цэ, сколько с меня? Максим. Что случилось? Нам нужно поговорить, но только так, чтобы нас никто не услышал. Ну хорошо, давай через минут 15-20 в саду. Угу. Наш Андрюша скоро женится. На ком? Ну как это на ком? На Иванке, конечно. Ага. А я, честно говоря, думал, что он пока не настроен заводить семью. А знаешь почему? Потому что он очень порядочный и ответственный. Он считает, что вначале нужно на ноги стать, вот, а потом уже жениться. Ну, тут он прав, я его поддерживаю. Петь, а ты поддержи его не на словах, а на деле. Андрюше нужна хорошая работа. Может, в райском месте есть какие-то подходящие вакансии? Он поработает несколько лет, поднаберется опыта, заработает денег и сможет закончить университет. хорошо. Завтра поспрашиваю о вакансиях. Катя! Да, Марина Георгиевна. Катя, вы Кристину не видели? Я приготовила ей ванну. Это замечательно. Кристине сейчас нужна наша забота и внимание. На ужин приготовьте ей, пожалуйста, чизкейк со свежими ягодами. Моя дорогая невестка беременна, ей нужен кальций и витамины. Ой, какая радость. А я и не знала. Теперь у нас появится сразу два малыша. у Кристины с Максимой и у Нины с Семеном. Действительно. Какая радость. Ну? Олег подписал со мной договор. Перепонимаю ваши условия. Действительно, если бы он знал, кто меня нанял, то он ни за что не согласился бы. Соловьев почему-то думает, что вы в сговоре со Стасом Чайкой и хотите его посадить. Ну, а как он вообще держится? Настроение у него депрессивное. В счастливый исход дел он не верит. Да почему? Это же была обычная драка, Олег, между прочим, тоже пострадал. Во время драки Олег швырнул принтер Стаса. Стас предъявил справку, где написано, что у него сотрясение мозга. И что? Отихочающие обстоятельства есть. Какие обстоятельства? Также во время драки Стас получил травмы, которые могут привести к инвалидности. И как результат он может прекратить тренерскую деятельность. Потерять средства существования. Слушайте, я вас очень прошу, пожалуйста, вы можете съездить к Стасу и попросить его, чтобы он забрал заявление? Хорошо. Конечно. Только я должен понимать, сколько мы можем ему предложить. Если надо, я продам квартиру в Киеве. Надеюсь, этого будет достаточно. Добро. Я завтра поеду и с ним поговорю. Я думал, ты кого-то ждал. Да, своих подельников. Сколотил банду и теперь занимаюсь тем, что нападаю на честных бизнесменов. Злишься. Понимаю. Да, у тебя есть все основания. Ну, извини меня. Ух ты. Мне не послышалось. Ты извиняешься? Да, я был неправ, прости. Теперь я знаю, кто организовал нападение, и это был точно не ты. Да неужели? Теперь я снова хороший? Супер. Макс, постой. Давай поговорим серьезно. У меня нет никакого желания с тобой разговаривать. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Нина, о чем ты вчера хотела поговорить? Я больше получаса прождал тебя в саду. Что-то плохое случилось? Вы с Семеном в последнее время часто ссоритесь. Это неправильно. Я хотела попросить вас наладить с ним отношения. Хорошо. Можешь больше не переживать за своего любимого. И, кстати, к его избиению я не имею никакого отношения. Я знаю. Не нужно было вас обвинять. Нужно было разобраться в ситуации. И очень жаль, что все так получилось. Говори, что у тебя там за просьба? Сем, моему Андрюше очень нужна работа по специальности. Правда, университет он еще не закончил. Пришлось взять академку из-за всех этих передрях. Ну, ты в курсе. Но он способный и очень ответственный. Ну, весь в дядю. К тому же, он решил жениться на Иванке Нестеровой. Поздравляю. Хорошая девушка. Спасибо. Привет, Максим. Привет. Привет, Максим. И Андрюше не хотелось бы сидеть у жены нашей. Ну, понимаю. Андрей женится? Я не ослышался. Да, все верно. В юридическом отделе есть одна вакансия. Пусть Андрей позвонит, и мы договоримся, когда он сможет прийти на собеседование. Хорошо. Спасибо тебе себе. Так, что здесь? Добрый день. Здравствуйте. Чем могу помочь? Меня зовут Лейман. Юлий Генрихович. На мое имя забронирован номер. Можно ваш паспорт, пожалуйста. Спасибо. Да, господин Василевский оплатил ваш номер на два месяца. Пожалуйста, поставьте подпись вот здесь. Спасибо. Приятного отдыха. Василевский оплатил его номер, а ты случайно не знаешь, кто это? Психиатр или психоаналитик, я точно не знаю. Живет в Германии. Интересно, кому понадобилась помощь психиатра? Сказала Максиму? Нет. Почему ты передумала? Кристина беременна. Вот это новость. Поэтому он расспрашивал меня о беременности. Будет лучше, если Максим никогда не узнает, что он отец моего ребенка. Вот это правильное решение, девочка моя. Привет. Привет. Ну что, о чем хотел поговорить? Прости, я тороплюсь. У меня через пару минут собеседование с Семеном Назаровичем. Андрюха. Да. Друг, не повторяй моих ошибок. Женишься на Иванке, всю жизнь будешь жить с любимой женщиной. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать. Ну, знаешь, если бы можно было что-то поменять в моей жизни, тогда, может быть, и... И да. А так у нас с тобой, ведь, зеркальная ситуация. Любимая женщина замужем. Вы тоже беременны. Так Кристина не беременна. Она наврала отцу. Но теперь решила забеременеть во что бы то ни стало. Ну, на секс, на завтрак, на обед, на ужин. Так, все, хватит. Спасибо. Мне неинтересны эти подробности, ты сам понимаешь. Извини. Пожелай мне удачи. Удачи. Не заперто. Владислава, ходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Владислава Горушка, бренд-менеджер отеля. Очень приятно, Юли. Заеду. Присаживайтесь. Спасибо. Извините, что я так внезапно, вы с дороги устали, наверное. Ничего не знаю. Но я ненадолго. Мне сказали, что вы психотерапевт. Откуда вы узнали? А, да, рецепшн. Так что, вам понадобилась помощь психотерапевта? Да. Слушаю вас. К сожалению, я недавно потеряла мужа. Несчастный случай. Соболезновая. И сначала после потери была такая боль, потом пустота, а теперь я чувствую тебя жутко одинокой. Да, такое бывает, когда теряешь близких. Ну что ж, Владислава, я попробую вам помочь. Я узнаю свое расписание, и мы договоримся о встрече. Спасибо большое. Еще раз извините. Всего доброго. До встречи. Во время учебы в университете я подрабатывал в бухгалтерии фирмы, которая занималась поставкой холодильного оборудования. Как долго? Полгода. А потом полгода в экономическом отделе мебельной фабрики. И еще проходил практику в рамках университетской учебной программы в банке. В банке до Чаги. Отлично. Петр Андреевич мне не говорил, что у вас уже есть опыт работы. И довольно неплохой, как для студента. Спасибо. Ну что ж, Андрей, вы приняты на работу экономистом в райское место с испытательным сроком в один месяц. Подойдите, пожалуйста, в бухгалтерию, подпишите все необходимые документы, и начинайте завтра в 9. Спасибо, Семен Назарыч. Я оправдаю вашу доверие. Добрый день. Здрасте. Ну а ты кто такой? Илья Коваленко. Государственный адвокат Олега Соловьева. И что же вам от меня надо, товарищ адвокат? Ваш Соловьев мне чуть череп не раздолбал. Станислав Викторович. Да? Я читал заключение докторов. У вас легкая сотрясения мозга, которая не несет угрозы вашему здоровью. Па-бам! Это незначительная травма? А, я знаю. Мне надо было, наверное, лежать в реанимации, да? Успокойтесь, пожалуйста. Давайте поговорим серьезно, без лишних эмоций. Давайте. Вы умный и взрослый человек и должны понимать, что травмы были нанесены в процессе драки, инициатором которой был не Соловьев. теперь очень важный вопрос. Скажите, сколько должен заплатить мой подзащитный, чтобы вы заключили мировую? Все понятно, дядя. Никакой вы не государственный адвокат. А прислал у вас всего лишь навсего Вероника Марченко. Правильно. А откуда такие предположения? Ну, вы же сами сказали, я взрослый, умный человек. Уверяю вас, Вероника Марченко не имеет к этому делу... Слушайте, больше всего в жизни я ненавижу, когда мне врут в лицо. И если Вероника хочет, чтобы я забрал свое заявление от ее ненаглядного, пусть сама придет. Разговор окончен. Вы свободны. До свидания. Всего доброго. Угу. Элен, рад вас слышать. Как, уже в Украине? Жаль. Если бы я знал, вас бы встретили. Конечно. Жду завтра утром в райском месте. Всего доброго. Завтра приезжает Хелен Хоум. Будем обсуждать вопрос проведения благотворительного аукциона. Если хочешь, можешь присоединиться. Да, я думаю, ты и сам прекрасно справишься. Ну, а если будет нужна помощь, звони. Хорошо. Да, слушай, скажи тогда нашим, что меня не будет на ужин. Хочу поработать с документами. Хорошо, скажу. Угу. Привет. Привет. Макса, ты не видел случайно Юлия Генриховича в отеле? Не понял. Он что, в нашем отеле? Да. Какого черта он здесь делает? Папа хочет, чтобы мы с тобой продолжили сеансы терапии. Поэтому завтра утром Юлия Генрихович ждет у себя. Но я не хочу. Макс, думаешь, я хочу? Ну, уже ничего не поделаешь. Папа очень злится за то, что ты разбил ему нос. В общем, ему пришлось отменить важное какое-то там выступление на телевидении. И поэтому, если мы не пойдем на сеансы, то он приставит к нам секьюрити, и нас будут водить к Леймана под конвоем. Очень смешно. Ладно, забудь об этих сеансах. Знаешь, о чем я прочла в интернете? Какие нынче сумочки в моде? Ну, хватит шутить, пожалуйста, я же о серьезном. Ладно, ладно, говори. Так вот, я прочла, что если зачать ребенка в полнолунии, то будет мальчик. Крис, успокойся. Ты что, не хочешь наследника? Нет? У нас был перерыв, между сеансами. Скажите, что-нибудь изменилось в ваших отношениях за последнее время? Да, думаю, что Максим стал более внимательным ко мне. А что, по-вашему, послужило причиной улучшения? Дело в том, что мы скоро станем родителями. Я так счастлива. я думаю, что ребенок изменит нашу жизнь к лучшему. Максим будет очень хорошим папой. Да, я в курсе. Ваш отец звонил мне. Поздравляю. Спасибо большое. Максим, скажите, что вы чувствуете как будущий отец? Ничего я не чувствую. Макс, прекрати. Подождите, не волнуйтесь, Кристина. Я должен узнать правду. Максим, известие о беременности вашей жены вас не обрадовало? Какая к черту беременность? Нет никакой беременности, понимаете? Нет! Да, я не беременна. Я соврала. Я знаю, что я поступила нехорошо, но в той ситуации у меня не было другого выхода. Не говорите только, пожалуйста, моему папе. Не волнуйтесь, он ничего не узнает. Все, о чем мы говорили на сеансах, это врачебная тайна. Спасибо. Иваночка, посмотри, пожалуйста, до какого числа оплачен 89-й? До 27-го. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, как пройти в кабинет управляющего отелем? У меня назначена встреча. Миссис Хоум, рад снова видеть вас в райском месте. Вы помните меня? Конечно, помню. И сожалею, что ваш прошлый визит совпал с печальными событиями. Да, такая трагедия. Миссис Хоум, вы остановитесь в нашем отеле? Нет. Я арендовала прекрасный домик в Ужгороде. Как поживает Брайан? Спасибо, отлично. Работает над новой картиной. Хорошо. Что ж, миссис Хоум, я проведу вас в кабинет управляющего. Спасибо. Миссис Хоум, миссис Хоум, миссис Хоум. Спасибо. Спасибо. на своего Олежу. Стасик, ну зачем это так? Нет, конечно. Во-первых, я очень хотела извиниться за то, что накричала. А во-вторых? А во-вторых, слушай, ну правда, забери ты это дурацкое заявление. Между мной и Олегом ничего нет, я клянусь тебе. Вероника, не верю ни единому твоему слову. А, Стасик, ну что мне сделать, чтобы ты мне поверил? Поклянись, что больше никогда с ним не встретишься. И тогда я заберу заявление, и все. Ну это же бред. Ты вообще себя слышишь? А если я его случайно на улице встречу? Мне что, глаза себе выколоть? Вот видишь, тигруля, ты просто не хочешь с ним расстаться. О, Господи. Стас, ну скажи, что мне делать? Как мне тебя убедить? Что мне? На колени перед тобой встать, ноги тебе целовать, умолять? Что? Я не понимаю. Я тебе уже озвучил свои условия. Или ты соглашаешься, или будь добра покинуть мою палату. Ну или же здесь придурок. Познакомьтесь, это моя жена Нина. Здравствуйте, миссис Хоум, очень приятно познакомиться. Я видела в интернете картины вашего мужа, очень глубокие и проникновенные работы. Особенно на меня произвели впечатление влюбленные и бесконечность. Ну, во-первых, можно просто Эллен, во-вторых, я говорю по-русски. А откуда вы знаете русский язык? Моя бабушка была русской, хотя родилась и выросла в Украине. Во время Второй мировой войны ее угнали на работу в Австрию, а там она познакомилась с пленным англичанином, своим будущим мужем. И после войны она уехала с ним в Англию. Мои родители очень много работали, и я почти все детство провела с бабушкой. Она мне очень много рассказывала об Украине и учила меня русскому и украинскому. А еще были сказки, песни у нее. Был такой красивый голос. Ух ты, какая история. Да, теперь я понимаю, почему Украина произвела на вас такое впечатление. Скажите, Семьон, возможно ли провести аукцион через две недели? Я понимаю, что времени на подготовку немного, но... Элен, мы постараемся учесть все ваши пожелания. Если нужно будет через две недели, значит, сделаем. Окей. Нина займется организацией, будет возможность проявить свои новые таланты. А Нина? Неужели вы тоже художник? Нет, картины писать я не умею. Но ты прекрасно рисуешь. А еще она вышивает, шьет одежду, игрушки, вяжет. А, как интересно. А где я могу увидеть ваши работы? Ну, раньше я приносила их в сувенирный магазинчик или делала на заказ. Но сейчас у меня нет времени, я помогаю Семену в отеле. А чем конкретно вы занимаетесь в отеле? У Нины появились интересные предложения о том, как популяризировать нашу закропавскую кухню и продвигать зеленый туризм. Вот мы и вместе занимаемся. Да, у нас была неделя гуцельской кухни. И, кстати, все блюда были приготовлены по старинным рецептам. А еще мы строим сыроварню недалеко от отеля. Ну, чтобы гости могли приходить и смотреть экскурсии и пробовать сыр. Мм, очень интересно. Я с удовольствием посмотрела на это действие тоже. А, ну, сыроварня еще не функционирует. Как только мы ее достроим, мы обязательно проведем вам экскурсию. Ладно. А как у вас со временем сейчас? А, свободно. А давайте я вам сейчас проведу экскурсию по окрестностям. Ну, и на сыроварню зайдем, посмотрим, как у них там дела. Очень хорошо. Идемте. Благодарю. Пока у нас один атаман, но мы планируем построить конюшню и докупить еще лошадей и пони. С пони это ваша идея? Да. Я думаю, детки будут счастливы. А у родителей будет возможность немного отдохнуть. Здравствуйте. Привет. С первым рабочим днем тебе. Да, спасибо. Это племянник Петра Андреевича. Симпатичный парень. Похож на дядю. Да, Петр Андреевич очень хороший человек и замечательный сотрудник. Я уже успела убедиться в профессиональных качествах Петра Андреевича. Знаете, Нина, мы сможем очень много путешествовать, но такого администратора, как у вас, нет нигде. Спокойный, обходительный, тактичный. И сразу чувствуется, что он искренне хочет помочь, а не просто исполняет свои обязанности. Да, он душа нашего отеля. Здравствуй, Кристина. Привет. Ну и где мое приглашение? Не понимаю. Ну, я думала, ты захочешь лично пригласить меня на свою свадьбу, нет? Послушай, Крис, ну, мне кажется, что, наверное, будет лучше. Андрей, что ты мямлишь? Теперь понятно, почему тебе эта мисс ресепшн запудрила так быстро мозги. Я тебя не понимаю, Кристина. А почему таким тоном? Иванка, она чудесная девушка. Ты шутишь? Андрей, я думала, ты умный парень, с хорошим вкусом. Ну, видимо, я ошибалась. Раз уж ты выбрал эту. Ну что ж, классно. Желаю счастья в личной жизни. Вот, Алька, непонятно, почему ты сейчас сидишь со мной, а не со своей чудесной девушкой? М? Она же, наверное, скучает, ревнует. Кристина, послушай, ничего не изменилось. Мои чувства к тебе остались прежними. Поэтому, если у меня есть хоть один шанс, никакой свадьбы не будет. Никаких шансов, Андрей. Ни единого. Субтитры подогнал «Симон»… Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова